Моисей и рождественская история Кажется, это не вписывается в нашу картину Рождества Но параллели, которые мы находим в рождении этих двух личностей, шокируют вас Я думаю, что для последователей Ишуа это не должно быть таким шоком Поскольку Моисей предсказал во Второзаконии 18, что восстанет более великий пророк, подобный ему В Деяниях 3.22 Петр встал и процитировал именно эти самые стихи Как говорящие о самом Ишуа В описании к видео вы можете найти ссылку на статью, где описано больше этих параллелей Но давайте сфокусируемся на истории Рождества Прямо перед рождением Моисея фараон убил всех младенцев мужского пола Ирод, новый фараон, убил всех мальчиков в районе Вифлеема После того, как услышал пророчество об этом избавителе Бог божественным образом защитил обоих этих младенцев Точно так же, как еврейские повивальные бабки восстали против указа фараона убивать младенцев мужского пола Так и волхвы убоялись Бога и восстали против приказа Ирода сообщить ему, где находился обитованный царь Вскоре после истории рождения и Моисею и Ишуа пришлось убежать от правителя, который пытался убить их Моисея положили в корзину и пустили по реке Нил Моисей убежал от фараона в Мадиам И Ишуа пришлось убежать от Ирода в Египет Параллели продолжаются дальше Иосиф и Мария ожидали в изгнании, пока Бог не явился им во сне Он сказал «Встань, возьми младенца и матерь его и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души младенца» Это практически точная параллель с Исход 4.19, когда Бог сказал Моисею «Пойди, возвратись в Египет, ибо умерли все, искавшие души твоей» Есть также большое число древних еврейских традиций о Моисее, которые также являются параллелью к рождению Ишуа В раввинистическом комментарии книги Исход фараон вначале узнает о грядущем рождении Искупителя от своих астрологов Это имеет поразительное сходство с сообщением волхвов для царя Ирода, поскольку они были вавилонскими астрологами Мы читаем в Евангелии от Матфея Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, в одни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят «Где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему» Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним Древний историк Иосиф Флавий писал о том, как фараону сообщил о рождении Искупителя Израиля один из его советников Это имеет поразительное сходство с тем, что сделал Ирод после встречи с волхвами Как мы читаем во второй главе Евангелия от Матфея «И собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу? Они же сказали ему Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка «И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудины, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой, Израиля» В обоих примерах эти пророчества дают критически важную информацию нашему врагу Похоже, что Бог практически насмехался над мировыми лидерами, скрывая Мессий у всех на виду Для меня это говорит о многом «Когда я читаю о руке Божьей в еврейской истории, меня наполняет великий мир, потому что мой Бог полностью контролирует все» Представьте страх и скорбь в сердцах Яховеда и Мирьям, когда они смотрели, как уплывает Моисей Они никогда не могли бы представить себе, что Бог сделает через этого младенца Можете ли вы представить себе, что чувствовал Иосиф, когда он ходил от дома к дому и не мог найти места для своей жены, которая должна была скоро родить? Это была крайне безнадежная ситуация Я уверен, что Мария и Иосиф чувствовали то же самое Но в отличие от Яховеды, у них было ангельское слово, что этот младенец — спаситель мира Никакого давления Входя в этот сезон и вспоминая о том, что Бог сделал для нас 2000 лет назад Мы можем посмотреть на рождение Моисея и на рождение нашего Спасителя, Мессии Иешуа И увидеть, как эти кажущиеся безнадежными моментами были специально сплетены вместе, чтобы продемонстрировать Божью суверенную руку в действии в истории Испытания обратились в мощное свидетельство И я могу видеть в своей собственной жизни такое же самое действие, когда кажущиеся безнадежными ситуациями были использованы для Божьей славы Итак, размышляя об истории величайшего Божьего дара Давайте также вспомним все эти случаи, когда наш Небесный Отец действовал во благо в наших собственных жизнях Бог использовал слабость, чтобы показать его великую силу Позор низкого происхождения отражает его славу Моисей и Иешуа оба были рождены во время больших опасностей для нашего народа Но Бог избрал этих еврейских младенцев, чтобы они стали освободителями его народа Но есть одно очень важное отличие Моисей пришел освободить один народ от рабства другого народа И Иешуа пришел освободить все народы от рабства греха И его последователи сейчас есть по всему миру В этот сезон Рождества мы можем вспомнить о Божьей верности И праздновать с радостью то, что Бог сделал для нас И знать, что независимо от того, насколько безнадежной может быть наша ситуация Бог контролирует все Пускай свет Мессии наполнит ваше сердце в этом сезоне Когда мы будем благодарить Бога за самый великий подарок, который Он когда-либо дарил нам Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok